Мадонна вступилась за права российских секс-меньшинств. Поп-дива назвала смехотводным проявлением дикости закон о запрете пропаганды гомосексуализма, принятый недавно в Петербурге. На своей странице в фейсбуке певица пообещала поддержать российское гей-сообщество и поговорить, цитата, об этой нелепой жестокости во время выступления в Питере. Концент Мадонны запланирован на август этого года. Она обещает придать силу и вдохновение всем тем, кто подвергается притеснением. Мадонна пишет, цитата, «Я борец за свободу. Мои выступления, песни, труд, искусство – все посвящено свободе самовыражения, свободе слова и дела, всегда в сочетании с человечностью и сочувствием». Не опасаются за строптивую звезду организаторы концерта. В сети распространился ответ организаторов, которые уверены, что бы ни говорила Мадонна, будет расцениваться как ее личное мнение, а не пропаганда. В общем, ей за это ничего не будет. Юзер под ником Silver Lion пишет, этот идиотский закон, равняющий преступников-педофилов и людей другой сексуальной ориентации, показывает дремучесть нашего общества, а также власти. Кроме того, последний идиот будет думать, что сексуальную ориентацию человека можно поменять пропагандой, уверен пользователь. Мадонна отказалась бойкотировать Санкт-Петербург. Напомню, что к этому ее призвали многие российские общественные деятели, после того, как в начале марта губернатор города Георгий Полтавченко все-таки подписал скандальный закон о введении штрафов за пропаганду педофилии и гомосексуализма. В понедельник известный журналист и писатель Маша Гессен, всегда защищавшая ЛГБТ-сообщество, на сайте газеты New York Times опубликовала открытое письмо к мировой общественности, где написала, что считает Петербург одним из самых красивых городов мира, но призывает не посещать его. В частности, Гессен попросила об этом Мадонну, которая должна была приехать в Петербург с концертом 9 августа. Мадонна недолго думала и все-таки ответила на призыв. На своей официальной странице в интернете и в фейсбуке она опубликовала обращение, в котором сообщила, что она главный борец за свободу, но борется она за нее не бойкотами, а собственными шоу, песнями и работой. И поэтому все-таки приедет в Санкт-Петербург и именно концертом поддержит гей-сообщество. Я дам силу и вдохновение тем, кто чувствует себя угнетенными. Я не пройду мимо беды, я буду говорить об этой нелепой жестокости во время шоу. Так говорится в обращении американской певицы. Все выглядит довольно странно, ведь гомосексуалисты очень просили ее поддержать, но именно бойкотом. Но, видимо, деньги здесь оказались важнее принципов. Ведь Мадонна уже не раз отменяла свои гастроли. Например, в 2009 она не поехала в Словению всего лишь из-за непредвиденных логистических проблем. Теперь, видимо, ее ничего не смутило. Хорошо хоть что высказалось на эту тему. Но ее борьба за свободу, конечно, была бы намного эффективнее, если бы она все-таки бойкотировала это шоу. Ну а тем временем Мадонна выпустила новый клип как раз на гей-тему, в котором поп-диво поет и танцует в окружении гибких ребят на высоких каблуках и в обтягивающих костюмах из украинской гей-группы «Казаки». Вы только что видели кадры из него, а прямо сейчас послушайте этот клип и посмотрите без комментариев. А пока Мадонна поддерживает гомосексуалистов только таким способом. На этом искусственный отбор закончен. Всем удачи, пока, до завтра. Известная певица Мадонна ответила на призывы бойкотировать Санкт-Петербург. Поводом к этому послужило вступление в городе в силу закона о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Мадонна заявила на своей странице в социальной сети Facebook, что как борец за права и свободы, она намерена в ходе выступления в северной столице поддержать местное гей-сообщество. Концерт Мадонны должен пройти здесь 9 августа.